Близится начало нового учебного года, а значит, скоро детям придется надеть рюкзаки и отправиться в школу. Многие должны будут переходить в проезжие части, чтобы попасть на первый звонок. Ежегодно, именно в начале сентября, регистрируется резкий рост ДТП с участием детей. Виной этому не только беззаботность и энергичность ребенка, но и безответственность некоторых взрослых горожан. Для того, чтобы поведение случайного прохожего не стало примером для вашего чада, родители должны регулярно объяснять и показывать, как правильно переходить в проезжую часть. Мы узнали, учат ли горожане своих детей правилам, а заодно убедились, что есть и такие, кто так и не усвоил урок по безопасности дорожного движения. У меня дети уже выросли, а сейчас внук, да, с внуком только-только-только по пешеходу и только на зеленое. Я уверена, что они переходят дорогу только при переходе указанном. От воспитания зависит дома, в семье, когда дети маленькие. Внуки у меня в Вежевске живут, но он никогда на этот предмет не разговаривался. На то и знаки, чтобы ходить правильно. Нет, не боимся. Мы бесстрашные, мы бессмертные. Чтобы переходить дорогу, надо найти пешеходный переход. И если там есть светофор, надо дождаться, пока загорит зеленый. Прошу прощения, потому что я слепой и потому что я хромой на обе ноги. Вот, поэтому мне далеко обходить очень тяжело. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...